Здравствуйте, дорогие друзья! На этой неделе мы с вами изучаем недельную главу Шмени, которая начинается с очень хороших новостей. Всевышний говорит, давайте начнем исправлять грех золотого тельца, давайте приносите жертвоприношения, которые очистят вас от самого ужасного греха. И написано, что Моше говорит, Аарон, первосвященник, подойди сюда, иди к жертвеннику. Моше спрашивается, а почему его нужно было звать? Почему? Он же знает, что нужно идти, нести службу, ты же первосвященник, почему тебе нужно отдельное приглашение? Потому что написано, Аарону было стыдно, он же соучастник греха, он же помог сделать золотого тельца, и он сказал, я сейчас буду первосвященником, я сейчас буду приносить жертвы Всевышнему, кто я такой, я не имею права. Говорит ему Моше, тебе стыдно? Ты исправился? Ты раскаиваешься, и ты сделал чуву? Ты имеешь право быть первосвященником? Именно потому, что ты сейчас так переживаешь, и ты столько времени. Потом написано, что Аарон всю свою жизнь переживал из-за того, что он сделал золотого тельца, он одевал такую на себя железные такие специальные цепи, и каждому ходил вот по домам, стучался в двери и говорил, что мы должны на себя одевать ярмо служения Всевышнему. Он пытался всех научить, как сделать раскаяние и служить Богу. Говорит ему Моше, раз ты сделал такую сильную чуву, ты вернулся на свои заводские установки, служить Всевышнему, ты раскаиваешься, пошел быть первосвященником. Ты обязан и имеешь право. Почему? Потому, что ты раскаялся. Дорогие друзья, по законам мироздания, если, например, я разбиваю чашку, я не могу сказать, ой-ой-ой, как жалко, и чашка, бац, и собралась, и восстановилась. То, что я разбиваю, уничтожаю, невозможно исправить. Сам Всевышний, сам Всевышний дал нам всем огромный подарок, который, в принципе, обходит законы мироздания. Он дал нам возможность раскаяться и возможность исправить наши грехи. Каждый грех – это уничтожение, это разрушение. Но это разрушение можно исправить. Всевышний нарушает законы природы, дарит нам раскаяние. И когда мы делаем чуву, когда мы раскаиваемся, мы все исправляем. Мы очищаем себя, мы очищаем весь мир. И мы убираем тот ущерб, который мы сделали своей душе и всему мирозданию. Грех – это смерть. Чува – это жизнь и исправление. Сам Всевышний подарил нам чуву. И Аарон, который был соучастником ужасного-ужасного греха. Грех золотого тельца. Написано, что до сих пор мы получаем наказание за этот грех. Но раз ты, Аарон, сделал чуву, ты исправился, пошел быть первосвященником. Ты имеешь право приносить жертвы в храме. Ты имеешь право принимать людей ведь в храм кто приходил? Те, кто сделали чуву, те, кто согрешили, приносили жертвоприношение, чтобы исправиться. И ты, Аарон, будешь их встречать, ты будешь им помогать, и ты будешь первосвященником. Тебе стыдно, ты исправился? Иди быть первосвященником. Удивительный подарок чува. Можно все исправить. И нужно пользоваться этим подарком. Написано, кто не делает чуву, Всевышний говорит, я для тебя сделал такой подарок. Ты можешь исправить, очиститься. Почему же ты это не делаешь? Каждый новый день дарит нам возможность. Каждая секунда дарит нам возможность исправить. Исправить все наши грехи. Исправить наши поступки. И помочь нам самим, нашей душе очиститься. И всему миру убрать этот ужасный вред, который сделали наши грехи. Вот такой вот важный урок мы учим в самом начале недельной главы Шмени. Спасибо огромное за внимание.